Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует видеоканал Цейгаус, канал для любителей боенной истории. Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк и подписываться. Массовое перевооружение армии казнозарядными винтовками под унитарные патроны с металлической гильзой, происходившие в 60-е и 70-е годы 19 века, изменило характер боя. Уходили в прошлое плотные сомкнутые строи, атака колоннами, входили в практику цепи, перебежки, самоокапывание, расширилось пользование укрытиями. Это требовало дальнейшего роста скорострельности и улучшения меткости огня пехоты. Еще в ходе гражданской войны в США на поле боя появились магазинные винтовки, пока в виде опыта, хотя и не безуспешного. Поступившие на вооружение армии казнозарядные винтовки также пытались превратить в магазинные. Во Франции, например, в 1878 году к части однозарядных винтовок системы ГРА приспособили трубчатые подствольные магазины системы австрийского майора Кропачка. В трубчатом подствольном магазине помещались 7 патронов. Винтовки получили название ГРА Кропачек и поступили в морскую пехоту. Но при сохранении калибра и патрона магазины значительно увеличивали габариты и массу оружия. Насущно необходимо было очередное уменьшение калибров военного оружия. Новые технологии машинного производства, развитие металлургии вполне допускали такой переход с точки зрения изготовления самого оружия и прежде всего его ствола. Патронные заводы уже освоили технологию массового изготовления металлических гильз, снаряжение их пороховым зарядом и капсулем. Но почти непреодолимые препятствия создавали дымные пороха, что показали попытки создания винтовочных патронов калибра 7-8 мм с дымным порохом. Ограниченную силу дымного пороха, обилие нагара, образуемого при выстреле, не могли устранить никакие ухищрения с подбором состава пороха, размера и формы его зерна. Да и высокая скорострельность при дымных порохах давала эффективный результат в редких случаях. Слишком быстро сами стрелки скрывали от себя цели клубами порохового дыма. Так что наставление заряжать те же винтовки ГРА-Кропачек по одному патрону, сберегая патроны в магазине для критической минуты боя, отражение атаки вблизи, внезапного столкновения с противником и тому подобное, вполне отвечали текущим реалиям. С другой стороны, с 30-х по 80-е годы 19-го века ученые и инженеры-химики разных стран провели ряд важнейших исследований и опытов, подготовивших создание новых метательных взрывчатых веществ. Следующим шагом было создание патронов уменьшенного калибра с пулей в твердой оболочке и магазинах винтовок под них с возможностью вести прицельный огонь с большей боевой скорострельностью и на больших дальностях. Первым этот шаг сделали во Франции. Реализация столь важных преимуществ в новом оружейном комплексе не заставила себя ждать. В гонке вооружений конца 19-го – начала 20-го века достижению превосходства в характеристиках основного оружия пехоты придавали важнейшее значение. В 1884 году специальная комиссия развернула работы над магазиной винтовкой малого калибра. Работы велись спешно. В результате и патрон, и винтовка многие черты унаследовали от упомянутой 11-мм винтовки ГРА Крупачек. На основе чертежа старого 11-мм патрона ГРА с уменьшением размеров был разработан 8-мм патрон с цельно тянутой латунной бутылочной гильзой с выступающей закраиной и большой конусностью корпуса. Патрон снаряжался тупо конечной пулей массой 15 грамм и зарядом бездымного пороха массой 2,75 грамма, состоявшим из зерен в виде плоских квадратных пластинок. Пероксилиновый порох потребовал усиленного капсуля для своего воспламенения, а также прочной, но пластичной оболочки пули. При увеличившихся в среднем уровне давления пороховых газов в канале ствола и скоростях движения вдоль канала, безоболочные свинцовые пули при любых ухищрениях срывались с нарезов. В качестве материала оболочки выбрали мельхиор. Любопытно, что этот медно-никелевый сплав известный издревле. В 1819 году был запатентован французами Майо и Шурье, от имен которых и произошло его название. Уменьшение калибра позволяло увеличить носимый боезапас, что при увеличении скорострельности было просто необходимо. При массе одного патрона около 28 грамм, 120 патронов калибра 8 мм весили столько же, сколько 78 старых 11-мм. Винтовка создавалась на основе винтовки «Гра-Карапачек» с подсвольным магазином, но с внесением существенных изменений. Работой возглавил комендант стрелковой школы в Шалоне подполковник Николас Лебель, возглавлявший комиссию по испытанию винтовок. Уже в 1885 году вновь разработанную 8-мм винтовку передали на войсковые испытания. В 1887 году ее приняли для вооружения всей пехоты французской армии под обозначением «Фюзи» образца 1886 года. Но фамилия руководителя работ Лебель стала более известным ее названием. Ствол винтовки по внешней поверхности был выполнен сужающимся к дульной части. Крепился в ствольной коробке на резьбе. В канале ствола выполнялись четыре левосторонних нареза прямоугольной формы. Запирание канала ствола производилось продольно скользящим поворотным затвором, состоявшим из остова с рукояткой, боевой личинки и курка с ударником. Боевая личинка с двумя симметричными боевыми выступами жестко крепилась к остову затвора в передней части с помощью винта. Для запирания затвор подавался вперед, после чего стрелок поворачивал рукоятку вправо. Рукоятка при этом скользила своим основанием по скосу правого заднего края окна ствольной коробки, за счет чего стебель затвора с боевой личинкой еще подавался вперед. Боевые выступы личинки в процессе этого поворота скользили вдоль срезов у опорных плоскостей кольцевого паза ствольной коробки. В крайнем переднем положении заходили за опорные плоскости паза. В запертом положении боевые выступы располагались в горизонтальной плоскости. Основание рукоятки, упираясь в край окна ствольной коробки, служило затвору вспомогательной опорой. Переднее расположение боевых выступов, сокращавшее длину узла запирания, и симметричность запирания справедливо отмечались как существенное преимущество затвора винтовки «Лебеля» перед затвором винтовки «Гра». В затворе собраны ударник и цилиндрическая винтовая боевая пружина. Боевая пружина с задним концом упиралась в уступ стебля затвора. На хвостовую часть ударника надет курок, почти повторявший по устройству затвор винтовки «Гра» модели 1874. На нижней части курка было выполнено два взвода – боевой и предохранительный. Извлечение стрельной гильзы из патроника при перезаряжании производилось пружинищем выбрасывателя, укрепленным на боевой личинке затвора. Удаление за пределы оружия с помощью жесткого отражателя на внутренней стенке ствольной коробки. Прицел винтовки ступенчато-рамочный, с подвижным хомутиком на планке. Ступеньки и колодки рассчитаны на дальности стрельбы от 400 до 800 метров. На большей дальности до 2,4 км стрельба велась при поднятой вертикальной планке прицела с прицеливанием через прорезь хомутика. Мушка открытая треугольного сечения. Трубчатый подствольный магазин с винтовой пружиной подавателя размещался в цевье винтовки, изолировано от ствола, что позволило избежать нагрева патронов от ствола при стрельбе. Снаряжение трубчатого подствольного магазина производилось по одному патрону и было дело хлопотным, однако на это не обратили особого внимания. К тому же сохранялось правило беречь патроны в магазине до критической минуты боя. Неудивительно, что винтовка Лебеля даже получила специальное приспособление, блокирующее работу подающего механизма. Повернув флажок, расположенный непосредственно перед спусковой скобой на ствольной коробке, солдат выключал подъемный механизм и переходил на заряжание винтовки по одному патрону. Стоит особо сказать о принятом к винтовке штыке-шпаге или штыке-стилете с литой стальной рукояткой и игольчатым клинком. В отличие, скажем, от германцев или австрийцев, французы не спешили придавать штыку рабочие функции, предпочитая чисто боевые. Да и форма ложи винтовки была хорошо приспособлена к удару и фиктованию в штыковом бою. Очевидно, тут сказался опыт рукопашных боев в колониальных войнах. Французы, конечно, не единственные использовали игольчатый штык. Но их штык с длиной клинка в 515 мм был едва ли не самым длинным среди европейских армий. Длина винтовки с примкнутым штыком составляла 1830 мм, больше роста большинства солдат. Понятно, что прицельная стрельба с примкнутой шпагой была затруднительна, и винтовка пристреливалась без штыка. Штык носился в ножнах. Примыкаться к винтовке должен был только перед атакой, или в других случаях ожидая близкой рукопашной схватки. Интересно, что в Германии при разработке в 1890-х годах новой винтовки Маузера, также испытывали длинный игольчатый штык. Военное руководство опасалось, что если германская винтовка со штыком окажется короче французской, потенциальный противник получит преимущество в рукопашной. И все же германская армия предпочла штык клинкового типа, и чуть покороче. Шомпола при винтовке образца 1986 года не было. Комиссия французского военного ведомства, решавшая вопрос о принятии винтовки на вооружение, сочла, что стальной шомпол переутяжеляет винтовку и будет слишком растирать малокалиберный ствол. К винтовке образца 1986 года приняли веревочную протирку. Позже стальной шомпол все же приняли к винтовкам и карабинам Бертье, Лебель-Бертье. Будучи первым образцом принципиально нового поколения оружия, винтовка Лебеля неизбежно несла в себе и рудиментарные черты, и неудачные решения. При всех своих недостатках, ставших очевидными вскоре после массового поступления войска, образец 1986 года Лебель знаменовала собой начало новой эры в военном стрелковом оружии, открыла качественно новые его возможности. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...